Три этажа в Краеведческом музее имени Воронины и почти 2200 квадратных метров экспозиционных площадей. Именно на этом большом широком музейном пространстве в Ночь искусств будут проходить самые разные мероприятия. Вряд ли можно посетить все, что предлагают библиотеки, театры, музеи, но все же придется выбрать согласно личным предпочтениям. В Краеведческом музее глаза разбегаются, как много здесь уникального в экспозициях. Мебель из 19 века, на которую хочется присесть, но нельзя. Или отразиться красивой в старинном зеркале, представить, как из Ростова и печь согревает твою гостиную. Но кроме сматрин, в Ночь искусств увлекут на концерты от ансамблей, вокальных, танцевальных коллективов. В этнографический зал, на многочисленные мастер-классы, квесты. В исторический – на выступления Владычного полка. Или на фестиваль правильного кино от Музея Победы. Но очень много возможностей заняться чем-то интересным. Такой изюминкой будущего вечера, ночи искусств в зале современной истории станет применение в экспозиции очков виртуальной реальности. Каждый желающий сможет поиграть в виртуальную игру «Воздушный бой» времен Великой Отечественной войны. А вот эти врачки – это такой очень большой подарок нам. В Музей изобразительных искусств имени Эрзи приходят чаще всего и прежде всего на экспозицию работ нашего знаменитого мастера Эрзи. Потом идут смотреть живописные работы Федота Васильевича Сычкова. Но фонды музея и открытые экспозиции гораздо богаче. Так что знакомиться с ними нужно хотя бы несколько раз в год. А уж в ночь искусств музей предлагает такие мероприятия, которые поразят воображение каждого любителя искусства. Есть в музее место, где почувствуете, что вы в сказке русской древней среди дубов и сосен. Это экспозиция работ Ивана Шишкина, а впечатление усилит гусельная музыка. В Саранск из Липецка приехал гусляр Николай Селиванов. Наверняка экскурсия под музыкальное сопровождение старинного инструмента покажется необычной. Гусли у музыканта восьмиструнные, шлемовидные, специально сделанные под заказ из дерева ели. Играть Николай будет произведение на основе сказаний и собственного сочинения. Многие он посвящает природе и дает им романтичные названия. Волны севера, песни далекой звезды, танец весенних капель, круговорот вселенной. Гусельная музыка настолько волшебная, медитативная, что нам не хотелось прерывать съемки, а продолжать слушать и слушать. Так что теперь и вы представляете, что вас ждет. Будет в музее Эрзи море другой музыки, концертов, мастер-классов, литературных гостиной, еще много интересных гостей. Все или почти все покажут, расскажут, даже как создавать анимацию. Вот они, птички, рыбки. Вот этого на компьютере не сделаешь просто так. Это в специальной программе. Тут все очень сложно. Но под руководством авторов фильма «Река времени», эпизод, из которого сейчас увидели, все-таки реально научиться оживлять картины. Даже если не умеете рисовать или в компьютерных программах не очень разбираетесь, свою порцию интеллектуальных достижений в этом точно получите. Собственно, мы хотим заниматься со зрителем, показать, как создается анимация от кадра к кадру. И зрители мало того, что сами себе несколько кадров нарисуют, они смогут еще в программе, самой простой, элементарной, создать себе небольшое зацепленное видео. Ну и, конечно, мы обязательно посмотрим наш последний фильм. А если вы давно не слышали выступления заслуженной артистки Мордовии Екатерины Ланцевой, но очень хотите, то в Ночь искусств в Театре оперы-балеты она выступит для вас с сольным концертом «Цвети, Мордовия моя». В нем прозвучат произведения композиторов республики. Нина Кошелева, Сергея Цирханова, Андрея Пивкина, Ария Литовой из оперы Леонтия Петровича Кирюкова. В свое время ее исполняла народная артистка РСФСР и МАССР Раиса Беспалова. Не зря именно около ее портрета мы остановились пообщаться. Ведь, как и она, Екатерина Ланцева, меца-сопрано – редкий прекрасный голос. Певица рассказала, что хотела бы исполнить для зрителей лучшее, что в музыкальном искусстве создали композиторы Мордовии. Именно в академическом плане, именно академическим оперным голосом у нас вообще никто не делал такого концерта. И поэтому мне захотелось сделать этот концерт, чтобы люди услышали, что у нас есть и такая музыка, и что мы можем ее исполнять, и мы можем ее преподносить. Абсолютно все театры и музыкальные учреждения Мордовии в Ночь искусств предлагают свои активности. В первую очередь спектакли и даже возможность посетить репетицию артистов. Это в русской драме. В Мордовской филармонии с половины восьмого вечера нон-стопом пройдут четыре концерта. В Пушкинской библиотеке не только расскажут сказки из бабушкиного сундука, но устроят фольклорно-обрядовый праздник, интерактивные игры и викторины, напоят чаем. Это далеко не все, о чем хотели рассказать мы про Ночь искусств. Так много удивительного нового готовит она нам 3 ноября.